В третьем чтении проекта федерального бюджета были утверждены дополнительные индексации пенсий и социальных пособий, а также обсуждались вопросы развития экономической ситуации в стране, благодаря которым к 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. Также планируется увеличение средств с 8 до 11 миллиардов рублей на государственную поддержку российских организаций для снижения затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. По прогнозам, уровень инфляции в ближайшие три года не превысит 4,5%, а величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в 2024 году возрастет. Дефицит бюджета запланирован на уровне менее 2 триллиона рублей. Это приблизительно 1% от планируемого валового внутреннего продукта. Это не очень большая величина. Если удастся удержать дефицит именно в этих параметрах, это будет очень позитивно для российской экономики. Федеральный бюджет включает в себя доходную и расходную части. Доходная часть бюджета состоит из налоговых поступлений, акцизов, которые предусмотрены для отдельных групп товаров, таможенных пошлин и других прибыли государства. Во вторую часть бюджета входят социальные расходы, расходы на национальную оборону, образование, здравоохранение, жилищное строительство, инфраструктуру и другие ключевые сферы. Федеральный бюджет в части доходов формируется за счет налогов, различных видов уплачиваемых физическими и юридическими лицами, а также таможенных пошлин, доходов от использования государственного имущества, в том числе из дивидендов по государственным пакетам акций и других доходов. Что касается расходов, то расходы направляются на финансирование различных федеральных программ, на содержание различных федеральных ведомств. Принятый Государственной Думой закон о федеральном бюджете предусматривает увеличение в 2024 году доходов и расходов бюджета приблизительно на треть, что является большим показателем, так как в текущем году был замечен сильный рост цены налогов, данные меры помогут улучшить ситуацию на рынке. Также не менее важно отслеживать курс рубля. Поскольку значительная часть, примерно около трети федерального бюджета напрямую зависит от так называемых нефтегазовых доходов, то есть доходов, связанных с экспортом нефти, нефтепродуктов, газа. Соответственно, при снижении курса рубля рублевый объем таких продаж растет и налоги, которые связаны с этими продажами. Вместе с третьим чтением проекта федерального бюджета депутаты приняли постановление Государственной Думы, где ключевым направлением стала поддержка регионов в рамках межбюджетных направлений. Также предстоит проработать вопросы снижения долговой нагрузки и обеспечить поручение президента по повышению минимального размера оплаты труда.